Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи, благослови, Матерь Божия, благослови, Святый Ангел, Хранитель и все святые, все небесные силы, молите Бога о нас. Есть очень важная вещь, о которой иногда мы забываем, что каждому православному христианину после его отхода от земной жизни придется проходить самый главный экзамен. Это мытарство, да, то есть когда мы будем восходить, душа будет восходить от земли на небо, она будет проходить по некоторой воздушной лестнице, да, и духи злобы поднебесной, которые находятся в воздухе, если кто задумался, где находятся бесы в основном, да, они находятся именно в воздухе. Почему Господь, никто не задумывался, да, почему Господь умер именно на кресте между небом и землей, да, то есть то небо, которое мы видим, небо, это поднебесе называется, небо выше, да, а земля это. И поэтому, соответственно, значит, Господа же могли убить как угодно, да, ему могли отрубить головы, ему могли задушить, ему могли просто там заколоть, не знаю, там, побить камнями, допустим, да. Но обратите внимание, как этот, умер Господь, он умер на кресте, то есть крестом его подняли между небом и землей, вот это очень важно понять, между небом и землей, и, соответственно, он этот, потому что именно в этом месте как раз и находится скопление бесов. Мы их просто не видим в воздухе, да, но их здесь тьма тьмущая, да, почему Господь нам дал, не показывает их, потому что он нам сделал зрение немножечко таким тусклым, чтобы мы их не видели по любви своей. Потому что если мы будем видеть огромное скопление бесов, как воронов вокруг нас, у нас просто сердце может разорваться от страха, да, но они здесь. И поэтому, когда мы будем, душа будет восходить от своего бренного тела на небо, они будут пытаться сбросить нас с этой лестницей, мы будем проходить 20 мытарств, вот есть свидетельство мытарств Блаженной Феодоры, допустим, да, она подробно рассказывает, как это будет происходить. То есть душа будет происходить испытание совести на блуд, на чревоугодие, на словоблудие, на жестокосердие, ну и так далее. То есть кто хочет, тот может посмотреть в интернете, да. И нам, конечно, в это время нужна помощь, помощь, да. И вот с Божьей помощью вот нашел очень редкую молитву Господь открыл Николаю Чудотворцу. Она настолько маленькая и настолько емкая, что она настолько легла мне на сердце, что просто счастлив. То есть мы просим Николая Чудотворца, а Николай Чудотворец, если вам известно, и Спиридон Тримефонский, имеет особое послушание у Господа, да, решать дела невероятной сложности, как свидетельствует об этом отцы. То есть, смотрите, помогать в решении делах, имеющих невероятную сложность, имеют вот такое послушание. И мы молимся Николаю Чудотворцу этой удивительной молитвой. А также помилуй Патриарха Кирилла и всех православных патриархов, всех священников православных, всех Клиросс, всех православных христиан, каждого человека, верующего, неверующего, помилуй и спаси. А также помилуй Господи и спаси Владимира Путина и каждого президента во всем мире, вся власть от Бога, каждого руководителя, Господи, помилуй и спаси каждого из нас. А также всех самолитвенников, всем, кто молится в группах, всех прихожан, всех, кто молится дома в затворах, химников, затворников, всех изгнанных за правду. Помилуй и спаси всех нас своими святыми словами и доселиться в каждого из нас, в живущих и усопших, благодать Твоя, опаляющая, очищающая и исцеляющая, преображающая каждого из нас во имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Люблю вас, родники, люблю Христос воскресе, измертых смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Аминь, аминь, аминь.